Из-за популярности породистых собак растет не только их количество в городских квартирах, но и на улицах. Некоторые люди не понимают всю степень ответственности и не ухаживают должным образом за такими питомцами, и в итоге неприспособленные к уличной жизни бедняги оказываются брошенными на произвол судьбы. Так случилось и с Хаски Норманом, информация о котором появилась в социальных сетях приюта «Дорога домой». Ободранный, грязный, худой, он жил у рынка и питался отходами. Информация о бездомаше дошла до неравнодушной к судьбам животных Катерины Басак, которая решила позаботиться о грустном псе. Трудно было в это поверить, но Норман был чистокровным Хаски с родословной и документами, и когда-то жил рядом с человеком. Он целыми днями сидел на цепи и питался объедками с хозяйского стола, и когда у него начала вылезать шерсть, люди просто выдворили своего питомца на улицу. Катерина перевезла Нормана к ветеринарам в Петрозаводск. Сделать это было не так-то просто, пес не совсем доверял людям, у него часто менялось настроение и было сложно понять, что он захочет сделать в следующий момент. В клинике его осмотрели, только на время усыпив, иначе парень показывал зубы и буквально не давал себя касаться. Результаты анализов и осмотров были не очень утешительны, но здоровью Нормана, к счастью, ничего серьезного не угрожало. Ему выписали питание специальным кормом и ряд лекарств, которые должны были помочь восстановить шерстку. Он многое повидал за свои семь лет жизни, так что не было ничего удивительного в том, что он не доверял человеку. Но со временем, привыкнув к домашней передержке, где он временно жил, Норман начал засыпать рядом с людьми и выпрашивать вкусняшки. Для такого нелюдимого пса это уже был огромный прогресс. Конечно, желающие забрать Нормана периодически объявлялись, но Катерина всегда предупреждала о непростом характере своего подопечного и о особенностях этой породы. Хаски требуются долгие прогулки и много активности, они нуждаются в общении и постоянном воспитании, чуткому подходу и часто дорогостоящем уходе. Нормана забирали в дом, но там он подрался с другим псом, так что его вернули обратно. Возможности продолжить передержку не было, и Хаски поехал в Москву, где ему предоставили временный дом. Там парня побрили, вид у него получился довольно комичный. Вскоре Норманом заинтересовался житель Санкт-Петербурга. Он специально приехал в Москву за псом, и когда Хаски увидел его, то сам залез в машину и положил голову на колени к будущим хозяину. По прошествии времени можно сказать, что это действительно была судьбоносная встреча. В новом доме Норман расцвел, оброс шерсткой и стал похож на настоящих Хаски, такими, какими их задумала природа. Вместе с Норманом живут еще два представителя этой породы, скучно им никогда не бывает, а хозяин делает все для того, чтобы их образ жизни был полон активностей. Субтитры создавал DimaTorzok